Рекомендую вам новое общественное движение, которое называется просто и коротко, Свет. Его участники предлагают перезагрузить современное общество и государственную машину в соответствии с психологией человека и используя последние достижения научно-технического прогресса, а также соционики. Свет побеждает, ну а мы начинаем. ДИСНЕЕВСКАЯ СКАЗКА Действительно, потому что это очень похоже на Большого и Доброго Великана. Только, ну к счастью, этот фильм намного интереснее смотреть, чем тот, потому что он как-то более приближен к реальности, а вот там было много абсурда и так далее. Но этот фильм берет не только из-за того, что он как-то интереснее и интереснее, потому что здесь есть персонажи, а точнее актеры, которые нам знакомы. Это Брайс Даллас Ховард, это Руперт Редфорд, Карл Урбан. Вот очень хорошо, что они здесь были, приятно было их тут увидеть. Собственно говоря, отлично отыгрывали и порадовали мой глаз. Еще хочу отметить, что была отличная графика в фильме, хотя ее было мало, ну как мало. Вот этот дракон, он, конечно, полностью из графики, но он выглядел более-менее реалистичнее. И это, как я считаю, огромный плюс, что как бы драконы реалистичные. Это круто, это, конечно, всегда круто. В общем-то, ну и из минусов, я не знаю, вот что отметить. Наверное, то, что фильм как-то меня особо не цепляет, потому что это действительно детская сказка, создана для детей. Но даже на сеансе некоторые дети просились уйти, потому что, ну, в некоторых моментах кино сильно провисает, так как слишком удлинены некоторые идеологии персонажей. А это, мне кажется, ни к чему. Надо было сделать фильм на полтора часа, а может даже быть и меньше. Тогда бы фильм зашел вообще всем. Там много есть, чего можно, конечно, вырезать, особенно в начале. Но, собственно говоря, фильму это особо не вредит. Поэтому я поставлю этому фильму 7 из 10. А мы переходим к тайной жизни домашних животных. Ну что же, ребят, а вот этот мультик сначала вызывал у меня некие сомнения, что я его оценю так же, как и миньонов. То есть он полностью провалится. Но в итоге оказалось совсем по-другому. Он мне даже как-то понравился. Просто я думал, что в трейлере слили уже все. То есть абсолютно все про этот мульт. И ничего нового мы с вами не увидим. То есть весь сюжет был слит. Но оказывается, что нет. Весь сюжет, конечно, не был слит. Была слита только завязка. И это печалит. Вообще трейлеры много чего к этому мульту проспойлерили. Но я, в принципе, не так против. Потому что мне по барабану на этот мультик. Вот если бы там отряд самоубийц полностью проспойлернули. Или гражданскую войну. Или доктор Стрэнджа сейчас спойлернули каким-нибудь трейлером. Я бы умер. А так нет. Так нормально. Поэтому, в общем-то, вот пришел на кино. Был, конечно, немножко такими с негативными намерениями. Но в итоге все-таки как-то для себя сделал вывод другой. Что же мне там понравилось? Мне понравились основные персонажи. То есть именно вот эти вот два пса. Большой и маленький. Понравилась подружка маленького пса. Я, к сожалению, забыл их имена персонажей. Они там быстро выветриваются. Но вот эти персонажи, да, крутые были. Также был крутой Орел. Мне очень понравился Орел. И гэговый персонаж. Знаете, вот миньоны же были в «Гадком я». Они были как гэговый персонаж. Вот про них сняли фильм. Они стали говном полным. А вот был гэговый персонаж такой. В «Тайне жизни домашних животных». Это кролик. Он очень смешной. И очень милый. И вообще сам фильм очень красивый. То есть реально. Он какой-то просто супер красивый. Нью-Йорк был сделан очень стильно. И мне это понравилось. Мне понравилось, как они сделали тут анимацию. В общем-то все понравилось. Но знаете, как-то хоть фильм идет час двадцать. Но в каких-то местах очень начинает скучать. То есть после завязки, которая проходит. Там показывает много разных шуток. Фильм как-то очень сильно проседает. Ну реально очень сильно. И к концу, но это дело особо не исправляется. То есть ты просто досматриваешь фильм. Но особого восторга он в конце из-за этого не вызывает. Вот чем этот связан проседание, я не знаю. Возможно тем, что персонажи особо-то не интересны. Обычные животные. Без каких-либо целей, побуждений. Потому что завязка, ну, очень глупая. Так что я хочу... Я еще хочу заметить, что и... Что в «Пите его дракон», что и в «Тайне жизни домашних животных» Очень много разных клишей. Даже я это замечал. То есть я обычно иду на фильмы, особо клише не вижу. Но здесь прям было видно, что что-то взято из одного фильма, что-то взято из другого. И это, конечно, наверное, нагоняло некоторую скуку. Потому что можно было предугадать, что будет дальше. И, наверное, собственно говоря, это... Из-за этого фильмы проседал. Ну, ладно, ребят. А мультику я, наверное, тоже поставлю 7 из 10. Больше-меньше как-то ставить не хочется. Ну, а с вами был я, Blacks Infinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. А также заходите в мою группу. Всем удачи, пока, берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok